С вами снова Култон. Во время обзора на патч 7.9 я пообещал поиграть на новых реворкнутых танках и вынести свой ордик. К сожалению, больше играть желаний у меня на них нет. Меня хватило ровно на одну игру. Сразу Зак неиграбельно полностью. Маукай неиграбельно полностью. Речь идет о топе и о джангле. В случае с Маукай, я знаю, его там берут как саппорт, и я лично ни разу этого не видел. Но, окей, Сиджуани. Для меня это была такая небольшая звездочка. Мне она понравилась где-то на процентов 70-80. Приятный плейстайл. Практически не изменилась скорость игры за Сиджуани. Практически не изменилась механика игры за Сиджуани. Единственный реальный реворк, это был как не дебильно звучит не Ешка, а именно В. Добавили немного перчинки в плейстайл и скиллбейза. Она была сильная. У нее были маленькие кулдауны. Прекрасная пассивка. Ингейджи были зашибись. Затанкованность, особенно в начале, зашибись. Гаргулия сидела божественно. Проблемы были, конечно, с нерфом Синдерхалка. То есть не хватало демиджа очень прилично. Вторая проблема. Невозможность собрать Леандри. Это глупый на ней там. То есть фулл опасси Сиджуани, на мой взгляд, в этом плане, конечно, была понерфлена. Понерфлена. Тем не менее, она была сильная. Что происходит? Происходят два хотфикса. Нерв пассивки, то есть это нерв зачистки в early game и нерв mid game. Был 9 секунд, стал 15-9. И вот этот нерв, который реально сказался гораздо больше. Это четверной нерв В. Почему четверной? Первое. Нерв хп, то есть на 40, это уменьшает демидж 40. Второе. Манокост, это спамящаяся обилка, которая максится. То есть это ваш главный демидж. А у Сиджуани с маной очень большие проблемы. Плюс 20 манокост. Второй нерв, это уменьшение первой части. 30, было 30-50, стало 20-40. Это ауе демидж. То есть это именно конусное ауе, которое практически всегда будет попадать по эндому количеству персонажей в тимфайтах. И иногда вы будете попадать, например, первой частью по джанглу крипам, а второй частью не будете. Хотя это ваша ошибка, но такое происходить будет. Это очень серьезный нерв на 10 демиджа на первом левле. Это очень много. Если бы это было, знаете, там как-нибудь они сделали, али на девятом левле, минус 10 или даже минус 15, скажем, демиджа, я мог бы сказать, ну ладно, окей. Здесь 10 демиджа на первом. И вторая часть, которая обычно редко, когда вы попадете ей в тимфайте по двоим, чаще всего в одного, и то не всегда попадете, тоже на 10 демиджа на первом левле. Это очень серьезный нерв, и желание играть на Сиджуане у меня полностью отпало. Логика, если честно, грустная, немного банальная. Если говорить о джанглинге в этом сезоне, то смысла брать ту же Сиджуане нет никакого. Вы можете взять Грагас и просто выиграть игру за первые 15 минут без перерыва ганка. Единственный плюс Сиджуане по сравнению с Грагасом, это, естественно, ульта, которая, ну, у Сиджуане божественная. Я в этом плане ничего не могу сказать. Окей, про Сиджуане... Мы сейчас посмотрим на винрейт, он у него хороший, но он падает, и падает стремительно. В случае же с Заком, вот это вот небольшой, в кавычках, баф, а кул на 0.20... О, боже мой. И возврат демеджа на Е. Понимаете, ребят, когда вы смотрите на реворк Зака, я просто напомню, базовые статы не изменились, пассивка не изменилась, В не изменилась. То есть, считайте, Е не изменилась, да? То есть, ну, считайте, не изменилась. В чем уж идет тогда проблема? Почему Зак настолько ужасен? Почему это персонаж, которого ни в коем случае нельзя брать, просто ни при каких условиях? Потому что эта ульта, это ужас. Чтобы Зак был играбелен, и я не говорю сильный, божественный, там какой-то такой, ему нужно бафать демедж ульты минимум. Это, я повторюсь, минимум в два раза. Для того, чтобы у Зака был винрейт, я не говорю про то, чтобы его пикали на про-уровне или в хайло-соло-ку. Он был играбелен. Демедж с ульты должен быть бафнут в два гребаных раза. 150-300, 250-500, 350-700. Скейл здесь можно спорить. Я бы, например, сделал для его ульты демедж в районе, может быть, 350, например, 350-600-850. Я правда думаю, что тогда бы Зак был играбельным персонажем. На данный момент с той механикой, которую ему дали, с его средней зачисткой леса, то есть она у него средняя, она не выдающаяся в этом сезоне. Это единственная причина, кстати, почему я закончил внезапно в межсезонье играть на Заке. Потому что какой смысл играть на Заке, который был божественным в шестом сезоне, когда он перестал зачищать лес нормально? То есть какой в этом смысл? Ответ никакого. Окей. Это Зак. Теперь мы посмотрим на винрейт, и мы начнем с Маукая. Джангл, то есть по идее Маукай задумался, наверное, как Джангл. Он неиграбелен. Его просто не имеет смысла брать, он слишком рандомный, он слишком... Ну, вы не можете им управлять, вы не можете сказать, вот я точно попаду этим саплингом. Механика саплингов, которая в кустах, так сказать, она глупая. Если бы они сделали просто бафнули дэмэдж саплингом в кустах, то есть, например, сейчас нам идет процентный дэмэдж, если бы они сделали просто, что саплинги больше дамажим. Например, на Абум, на первом ловле саплинг должен дамажить 120, сделали бы ему в кустах дэмэдж, например, 240. Окей. А в плане Вэшки, они бы его не изменили. Маукай получил бы качественный баф в лесу, качественный баф как саппорт, и здесь вот сложный вопрос насчет топ-лейны. Был бы он дисбалансен, потому что тогда у него был бы потенциал просто, например, взять Е на стак, этих три штучки в кустах, забайтить, ваншотнуть, имея процентный дэмэдж на Вэ, он был бы безумным дуэлянтом. У персонажа не было бы как таковых минусов. Что происходит на данный момент с Маукайем? В джангле, для того, чтобы джанглить, у вас есть выбор. Или вы максите Ку, которая не рыба, ну и в принципе-то и не мясо, да? То есть, а белка, ну... Ну, я даже не знаю, как это характеризовать. Ну, хрень, но вроде не ужасно, да? Или вы максите божественную Е, которая просто зашибись. Вы ваншотаете джангл кэмпы, ну, конечно, не с такой скоростью, как их ваншотает, например, Мастер Уи или что-нибудь еще такое, но вы их бьете больно. Хотя здесь тоже очень своеобразная ситуация. Зная персонажа, который называется Иверн, и как в джангл седьмого сезона полностью был переработан под Иверны, я очень боюсь того, что у Риотов поедет крыша, и они, например, около Волчиков, представьте, кэмп Волчиков, они поставят маленький кустик. Знаете, для джангла Маокая у Риотов, у них крышняк очень сильно едет последние сезоны, поэтому я не удивлюсь такому решению. Кстати, тогда Маокая будет получше, то есть, чем сейчас. В джангле у вас выбор. Или максить Е, или вы чистить лес не будете, тогда какого в этом смысла. На топе у вас вообще выбора нет. персонаж, ну, хреномантия. И, как вы видите, здесь юнрейт саппорта 51,71%. Напомню, саппорты сейчас дисбалансны, но я об этом говорить ничего не хочу. Лично для меня саппорт Маокая это изначально нонсенс, и это просто изврат, то есть, это мета-изврат, это какой-то выродок меты, да? Посмотрим. То есть, я честно скажу, посмотрим. Я очень надеюсь, что они это как-нибудь доисправят. И сделают Маокая или топером, как он был всегда, или джанглером, божественным джанглером, как он был в четвертом сезоне. Окей. Следующий у нас персонаж Зак. Извините, ребят, но здесь просто без комментариев. И я очень давно не видел такой винрейт у персонажа. Я знаю, что у Ургота такие винрейты, но при этом Ургота, он... Вау! Вау! Вот это да! Ладно, все-все-все-все-все-все-все. Шок, ужас, страх и изврат. В случае с Урготом, он хотя бы реально полезный туплейнер. Он как Адекерри не ужасен, просто ужасен, а как топперот, но вот это, это сильно. Причем его даже банят. Я правда думаю, что его банят, чтобы его не взяли в свою команду. И теперь речь о Сиджуане. Сиджуане начала этот патч с винрейта 54,2%. За, читайте, два или там, давайте скажем, за три дня ее винрейт упал до 52,78%. Ее банят, много банят, ее пикают. прилично пикают. В моих играх, как-то я не знаю, я честно скажу, или она, я не особо сейчас слежу, зачем там банят люди, потому что мне как-то, ну, не знаю, по барабану. Но, именно пиков очень мало. То есть, против себя, я видел Сиджуа, один раз, она была там, что-то типа, четвертый ловел на десятой минуте, это было грустно. Из-за себя я видел такую же, в принципе, Сиджуане. Но, в целом, я не часто ее вижу в своих играх. Винрейт, да, хороший. Винрейт падает, это тоже важно понимать. Винрейт падает, падает довольно-таки быстро. Можно ее назвать ужасным персонажем? Нет. То есть, да, ее, на мой вкус, не заслуженно понерфили. Именно, ну, не заслуженно ее понерфили. Прямо, ход фиксом, так же жестко, не знаю. Тем не менее, будет ли она играбельна, то есть, например, если в случае с Заком, там нужно, я даже не представляю, что ему нужно сделать, чтобы он был играбелен, то в случае с Сиджуанью, да, скорее всего, она будет играбельна, но про нее, естественно, заводят. Никто в своем уме пикать этого персонажа не будет по сравнению с тем же Грагосом, Казиксом, Лисином и прочих хреномантии, у которого винрейт пониже, а полезность в разы больше. Кстати, вы знаете, что в Грагосом 50% винрейт? Вообще жуть какой-то. Не суть. Это все, что я могу сказать об этом реворке. Реворк, безусловно, не удался. Реворк отвратительный. Это самый, наверное, непрофессиональный реворк со времен Трандла и, наверное, Райза. То есть, если с Трандлом это был вообще ужас, какой-то, то в случае с Райзом, но они никак его не могут нормально реворкнуть. Реворк отвратен и подход к реворку, если честно, грустный. Если какие-то подвижки в плане итомизации танков, она изменилась кардинально. Нет. Куда их отправить, этих танков, непонятно. Получается, что Риоты просто хотят убить вот этот класс танков как кэри персонажей, убрать их из игры. Лично я, конечно же, этому несказанно недоволен, потому что я много играл на танках, то есть, на различных ролях и на и в джангли, и на топе, и в свое время даже на саппортах. Я брал всяких малфитов маукаев. Бывало у меня такое, если я автофилом попадал или просто ласпик. Посмотрим, то есть, посмотрим, чем это закончится. На мой взгляд, это будет просто тяжелое, тяжелое время для танков. Это будет очень тяжелое. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Коутон. И удачи, пока не пикайте Зака в соло-кушке. Субтитры создавал DimaTorzok